Магика Техническую реализацию. Прошло два года. Издательство Paradox, само собой, не забыло об успешном бренде Магика. Сегодня в раннем доступе Steam продается самый настоящий MOBA экшен. Называется он Магика Wizard Wars. Редакция Playground.ru нашла время, чтобы взглянуть на игру своими глазами. Прямо сейчас мы расскажем, что из этого получилось. Техническая реализация. Это земля, вода, огонь, холод, электричество и простое волшебство. Еще есть щит и какая-то зеленая лечилка. Каждая стихия привязана к отдельной кнопке на клавиатуре. Нажимая нужные клавиши, вы создаете очередь из стихий. Потом целитесь, кликаете правой кнопкой мыши и бац, выпускаете заклинание. Если нажмете на колесико, то скастуйте заклинание на себя. Главная фишка во всем этом, то, какими в итоге эти самые заклинания получатся. Соединяйте землю и огонь, выстреливайте горящим камнем. Комбинируйте воду с холодом, получаете лед. Вода с огнем дадут пар. Комбинации этих, как вы понимаете, может получиться целая куча. Добавьте сюда возможность кастовать себе защитную ауру для блокировки определенных типов атак, и вы получите очень простую, динамичную и сбалансированную боевую систему. Заклинания не отбирают у вас никакую ману. Кастуйте, сколько влезет, лишь бы пальцы успевали. Кроме этих заклинаний, в игре есть и специальные, уже готовые маги. Это, к примеру, телепорт блинг, авиаудар или воскрешение. Таких маги здесь восемь. Они активируются отдельными кнопками и перезаряжаются самостоятельно. В магика Wizard Wars игроки делятся на две команды по четыре человека. Драться приходится на маленькой карте с тремя точками респавнами. Пока что режим здесь всего один, что-то вроде командного дезматча. Побеждает та сторона, которая сможет захватить все три точки для респавна и при этом убить всех четверых противников. В итоге им будет просто негде возрождаться. Впрочем, есть в этом режиме и другой момент. Это очки подкрепления на манер какого-нибудь баттлфилда. Каждое возрождение отнимает у вашей команды одно очко. Исчерпайте лимит, не сможете респавниться. Пусть даже у вас будут захвачены хоть все три точки. Еще на этих точках периодически возрождаются маленькие мобы, которые почти ни на что не влияют, разве что отвлекают внимание врага. Это совсем не те крипы, которых вы можете увидеть в сами знаете каких играх. Это почти декорации. Вот, собственно говоря, и все. Звучит слишком просто? Да, это так. И это отлично. Битва может закончиться секунд за 30, а может продлиться минут 10. 10 минут, кстати, это еще долго. Обычный исход поединка решается гораздо быстрее. Выиграли или проиграли не имеет значения, ведь за час вы сможете сыграть не один, не два, не три и не 10 раз. Правда, это если повезет. Пока игра находится в раннем доступе и матчмейкинг не работает от случая к случаю. Нередко после нажатия кнопки плей вы будете долгие минуты ждать соединения с какой-нибудь игрой. Иногда матчмейкинг просто отказывается работать и не стесняется выдавать вам ошибки. Надеемся, что с выходом полной версии игры эти проблемы пропадут. Еще в игре есть встроенный магазин, где вы можете покупать герои мантии, ручное оружие и посохи. Пока что все можно купить за внутриигровую валюту, хотя покупать особо нечего, магазин почти пустой. Каждый предмет может дать вам бонус какой-нибудь стихии или уровню здоровья, параллельно ухудшив другие ваши показатели. Магика Wizard Wars производит очень хорошее впечатление. Это быстрая, красочная и очень динамичная игра, которая может подарить вам море удовольствия. Главное обеспечить ее должной поддержкой или надоест. А этого бы очень не хотелось. На этом все. Удачи и до встречи на Playground.ру.